Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. И вместе со мной сегодня работает оператор Михаил Осетров. Расстояние большого города нам помогает сокращать автомобиль новой японской марки Datsun. Любезно предоставленная компанией Ex-Auto, она спешила выступать в Камской долине. И начнем с телезрических кадров дня. Юлия Волкова позабавила нас новым видом грибов. Вот подосины растут, подосиновики, подберезы, подберезовики. А под снегом непременно подснеговики. А вот Альбина Бекматова прислала историю невеселую. Обратите внимание на этого мужчину, который выхлапывает коврик, повесив его на детскую качельку. При этом рядышком качается ребенок. И как у людей совести хватает, пишет Альбина. Любимый двор должен быть чистым, и это аксиома. Жители дома номер 9 по улице Крупской жалуются на хлопья неопрятной монтажной пены, которую ветер таскает по двору в разные стороны. Правда, когда съемочная бригада дежурного приехала сюда к этому дому, выяснилось, что это не просто мусор. Это специально обученные парни утепляли стыки панелей. И вот именно сейчас пену обрезают и стыки замазывают. Очень надеемся на то, что после окончания работ и пена из двора уйдет. В Перми стало еще одним безопасным перекрестком больше. Новенький с иголочкой светодиодный светофор поставили в микрорайоне Весим на улице Восстания. Правда, далеко еще не все жители Весима привыкли к тому, что он вызывного действия, и надо нажать кнопочку, прежде чем дорогу переходить. Вот для таких специально даже написали. Кнопка. Нажимаешь. Действительно, немножечко горит желтый. Потом загорается зелененький. Есть. И можно переправляться через дорогу. Правда, в этой чудесной бочке меда все-таки есть и изрядная ложечка дегтя. Потому что, перейдя дорогу, попадаешь в грязную глинистую кашу. Вот как-то так. Если на Весиме к новенькому светофору прилагается полужидкая грязь на переходе, то на перекрестке Студенческой и бульвара Гагарина переход ровно заасфальтирован. Но светофор не работает. А между тем, место востребовано и автомобилистами, и пешеходами. Здесь много и тех, и других. Поэтому очень просим уважаемую дирекцию дорожного движения города Перми рассматривать наш сюжет как официальное обращение с просьбой светофорно-студенческой отремонтировать. Впереди выходные. И не просто выходные, а длинные выходные. Почти маленькие каникулы. Провести их интересно и позитивно желают вам Игорь Гиндис и Михаил Осетров. И напоминаем, невзирая на выходные, наша информационно-справочная служба отдыха не знает. А посему звоните, ждем с нетерпением. Пишите, опять же ждем. С наступающим вас праздником. Спасибо. Удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok